Анализ крови на гаптоглобин, биоматериал для анализа, венозная кровь из которой выделяет сыворотку. Исследования проводятся методом иммуноторбидиметрии или нефилометрии. Ввиду того, что этот белок отражает особенности гомолиза и интенсивность воспалительных процессов, анализ на определение его концентрации. В крови широко применяется в различных областях клинической медицины, в гематологии, инфекционистике, ревматологии, онкологии, гипотологии, кардиологии и педиатрии. Гаптоглобин производится по большей части в печени, некоторое его количество секретируется жировой тканью и легкими. Цитокины, образующиеся при остром воспалительном процессе, стимулируют выработку этого белка. При гомолизе, разрушении эритроцитов с выделением гемоглобина в кровь, происходит снижение количества гаптоглобина в плазме. Нормальным считается разрушение и удаление из крови около 1% эритроцитов. Если их количество увеличивается вдвое, гаптоглобин полностью исчезает при условии, что нет острых воспалительных процессов и не принимаются картикостероиды. При хроническом снижении уровня этого белка в крови эритроциты проходят через почечный фильтр, железо накапливается в почечных канальцах и вызывает нарушения в работе почек. Часть микроэлемента при этом выходит с мочой, другая включается в молекулы ферритина и гемосидирина. Уровень гаптоглобина в крови является маркером внутрисосудистого разрушения эритроцитов, гомолиза. Гаптоглобин – белок, связывающим свободные молекулы гомоглобина не в эритроцитах, тем самым предупреждая их выведение из организма и поражение почек. Является частью наиболее древней системы иммунной защиты – белком острой фазы воспаления. В норме значительная часть эритроцитов перерабатывается печенью и селезенкой. При внутрисосудистом разрушении этих элементов в крови появляются свободные молекулы гомоглобина. Они соединяются с гаптоглобином, а затем перерабатываются ретикулы эндотелиальными клетками в селезенке и кровотоке. Таким образом, железо остается в организме и включается в состав новых эритроцитов. Гаптоглобин – сывороточный белок, который связывает свободные гемоглобины и предотвращает его выведение из организма. Анализ крови на концентрацию гаптоглобина востребован в гематологии, инфекционистике, ревматологии, онкологии и неонатологии. Проводится вместе с исследованиями гемоглобина и ретроцитов, в том числе и их незрелых форм. Чаще всего применяется для выявлений острых фаз инфекций, воспалений, аутоиммунных и онкологических заболеваний, диагностики гомолитических. Анемии – оценки степени тяжести внутрисосудистого гемолиза. Результаты исследования также помогают отслеживать состояние пациентов при переливаниях крови и после установки искусственных клапанов сердца. Для анализа используется сыворотокроризвены. Исследование выполняется иммунотурбидеметрическим методом. Референсное значение 0,3-2 грамма л. Подготовка результатов занимает не более одного дня. Показание анализа на гаптоглобин в крови необходим для диагностики внутрисосудистого гомолиза и определения его тяжести. Исследование показано при симптомах, характерных для гомолитической анемии, слабости, снижении работоспособности, приступах лихорадки. Сознобом, болях вравом подреберье, желтушности кожи и склер потемнений мочи. Врач может назначить данный тест, если в общем анализе крови выявлено снижение гемоглобина и уменьшение количества ретроцитов обнаружены. Незрелые формы ретроцитов. Также анализ на гаптоглобин выполняется в случаях, когда существует риск развития внутрисосудистого гомолиза после переливания крови. Гомодиализа, установки искусственных клапанов сердца, отравление свинцом, красителями, сульфаниламидами и змеинами ядами. Еще одной группой показаний для проведения исследования являются астрофазные реакции при инфекциях, воспалительных и аутоиммунных заболеваниях, опухолях и ожогах. Кроме того, уровень гаптоглобина учитывается в комплексной диагностике заболеваний печени. Анализ крови на гаптоглобин не может быть единственным тестом, отражающим наличие острого воспаления, поскольку иногда повышение значений показателя уравновешивается развивающейся в это же время гомолитической анемией. Для получения достоверной информации результаты исследования необходимо интерпретировать в комплексе с данными нацереактивный белок, цирулоплазмин, ферритин и другие. Проведение исследования, а точнее, забора крови противопоказано при заболеваниях, сопровождающихся психомоторным возбуждением, а также при выраженной гипотонии, анемии и нарушении свертываемости крови. Важным преимуществом анализа на гаптоглобин в крови является его высокая чувствительность в отношении процессов внутрисосудистого гемолиза, что делает более точной диагностику гомолитической анемии. Подготовка к анализу и забор материала. Для исследования гаптоглобина используется венозная кровь. Сдавать ее рекомендуется с утра, в большинстве лабораторий процедура забора проводится до 11 часов. Специальной подготовки не требуется. Последний прием пищи должен быть совершен накануне вечером, то есть за 8-12 часов до процедуры. В течение последних 30-40 минут необходимо воздерживаться от курения, физической нагрузки и переживаний. На результат анализа может повлиять прием таких препаратов, как допсон, сульфосалозин, метилдопа и тамоксифен, а также эстрогенов, андрогенов и оральных контрацептивов. Поэтому за неделю до исследования их нужно отменить или обсудить этот вопрос с врачом. Кровь берется из локтевой вены методом пункции. Хранится и транспортируется в стерильных герметичных пробирках. В лаборатории из нее выделяют сыворотку. Определение количества гаптоглобина часто производится иммуно-турбидеметрическим методом. В его основе – специфическое взаимодействие антител к белку и антигена. После образования комплекса раствор становится мутным. Выраженность этой характеристики мутности прямо пропорциональна уровню гаптоглобина в образце. Готовность результатов анализа не превышает один рабочего дня. Нормальные значения у детей первых шести месяцев жизни уровень гаптоглобина очень низок. Часть исследователей сходятся во мнении, что нормальному можно считать. Даже полное отсутствие этого белка. Верхняя граница достигает 300 мг. ДЛ у мальчиков – 235 мг. ДЛ у девочек. В возрасте от полугода до 12 лет референсное значение для мальчиков – 3,270 мг. ДЛ для девочек – 11,220 мг. ДЛ у подростков и взрослых людей до 60 лет нормальный уровень гаптоглобина одинаков, у представителей мужского пола – 14,258 мг. ДЛ, женского – 35,250 мг. После 60 лет эти показатели несколько повышаются, в среднем на 10-15 мг. Естественное снижение концентрации гаптоглобина происходит во время беременности и интенсивных занятий спортом, при которых разрушаются эритроциты. Повышение уровня. Причиной повышения уровня гаптоглобина в крови часто становится инфекцией. Показатели начинают расти за 48 часов до появления первых симптомов и достигают наиболее высоких значений на 10 сутки. Исключением является вирусный гепатит, потому что при развитии заболевания происходит разрушение клеток печени, синтезирующих белок. Второй распространенной причиной повышения уровня гаптоглобина в крови становятся массивные повреждения тканей в результате травм хирургических вмешательств, некрозов, ожогов, онкологических новообразований, а также коллагенозов. При инфаркте миокарда, несмотря на образование некроза, гаптоглобин растет только на первых стадиях, а затем падает из-за массивного разрушения эритроцитов. Стойкое снижение концентрации этого белка определяется у пациентов с сахарным диабетом, алиментарной дистрофией и обструкцией желчь выводящих протоков. Снижение уровня. Основной причиной снижения уровня гаптоглобина в крови является гомолитическая анемия. Она развивается из-за генетических дефектов в мембранах эритроцитов, аутоиммунного поражения эритроцитов, переливания крови несовместимой группы установки искусственных клапанов сердца, а также из-за воздействия ядов, химических веществ и лекарственных препаратов. Уменьшение концентрации гаптоглобина происходит при длительных прогрессирующих заболеваниях печени, нарушается синтез белка при протинурии. Белок в больших количествах выводится с мочой и при синдроме молиабсорбции белки не всасываются из кишечника. Причиной снижения уровня гаптоглобина в крови могут стать инфекции, при которых происходит внутрисосудистое разрушение эритроцитов. Молярия, барлиоз, газовая гангрена. Уменьшает количество данного белка эстрогены, эндометацины, хлорпромазин. Генетический дефицит гаптоглобина встречается редко, характеризуется нарушением синтеза белка в печени. Лечение и отклонение от нормы. Анализ крови на гаптоглобин считается высокочувствительным и специфическим тестом в отношении гемолиза, внутрисосудистого разрушения эритроцитов. Поэтому этот тест имеет большое диагностическое значение при выявлении дифференциации гомолитической анемии. Кроме этого, гаптоглобин является белком острой фазы воспаления, что расширяет сферу применения результатов исследования, а не оказываются востребованными не только в гематологии, но и в инфекционистике, ревматологии, онкологии и кардиологии. Чтобы нормализовать показатели анализа, необходимо устранить причину их повышения или снижения. Назначением лечения чаще всего занимается гематолог. Незначительные физиологические отклонения результатов от нормы корректируются при помощи полноценного питания и подбора физической нагрузки соответственно уровню подготовки. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...